Челдонка. Прекрасное название, словно музыка, понятная всем коренным жителям Сибири. Челдонами называли себя те, кто вел свою родословную с пришедших с дона казаков, в отличие от российских христиан-переселенцев западных областей царской России. В связи с этим в словаре Даля существует еще один перевод этого слова. Бродяга, беглый или даже каторжник. В общем, чужой, не наш. А еще в Забайкале есть село Челдонка, что формально относится к городскому поселению город Могоча. Формально потому, что ежегодно стихия, помноженная на безделие краевых властей, отбрасывает эту деревеньку обратно в 1908 год, когда Челдонка была основана, лишив местных такого блага, как электричество. В ночь с 14 на 15 октября в селе Челдонка Могочинского района Забайкалья полностью пропало электроснабжение. В этот день выпал мокрый снег, и под его тяжестью упало несколько старых ветхих деревянных опор линий электропередач, идущий от поселка Ксеньевка. Почти двое суток отсутствовало электроснабжение. Затем привезли и запустили дизель-генераторы на время устранения аварии. Но это только одно из многочисленных потрясений, связанных с природными явлениями. Опоры линий электропередач настолько прогнили, что любая непогода заставляет местных жителей ощутить все прелести жизни без основных благ цивилизации. На данный момент с 11 мая 2023 года у нас отключили свет. Подача электроэнергии производится от дизельных электростанций. Нас не могут обеспечить нормально на этот период ни топливом, ни ДЭС, а госпожа Веку не предпринимает ничего. Топливом периодически снабжает Дружинин Михаил Романович, генеральный директор «Полюс Плюс». Большую часть времени мы включаем свои генераторы, но не у всех есть такая возможность. Соответственно, пожилые люди остаются без электроэнергии. Лето только началось, продукты невозможно сохранить. В жаркую погоду приходится покупать все в ограниченном количестве. Глава городского поселения Могочинская Века Наталья Александровна. Ситуацию с постоянно пропадающим электроснабжением даже она прояснить не могла, поскольку отдыхает. Чиновница в отпуске. Ее заместитель Байкал Дондоков также отказался разговаривать с нами по телефону, потребовав письменного обращения к нему от редакции в виде запроса. Но интернет помнит все, как многочисленные публикации в СМИ, так и видеообращения жителей ко всем, начиная от губернатора и заканчивая тем же главой поселения. Не можем дождаться, когда это родимый свет у нас будет. На чем готовить? Печку топить. Газовые плитки. Газ покупаем, который стоит 120 рублей. Вагончик этот. Светы не постирать, не помыться. Не говоря, вот говорят, что не надо с нашей деской подключать электрооборудование. А у нас один холодильник и работает. И то, у кого уже погорел. 11 мая в Челдонке вновь случился катаклизм. И почти месяц они выживали. Без электричества это село находится вплотную к железной дороге. Но там проживают чуть больше 200 человек. Простая чиновничья логика. Людей немного, поэтому нет никакого смысла суетиться ради них. Между тем, ни губернатор, ни глава района или поселение объяснить ничего не могут. Еще в 21-м году жители обращались к начальнику Забайкальской железной дороги, а ныне избранному забайкальцами депутату Госдумы, Единоросу Александру Скачкову с просьбой подключить село к железнодорожной электросети. В ответ обращение с предложениями передано в Читай-Энерго. Больше года прошло, даже выборы прошли, но ничего не изменилось. Электричество идет с шилки к нам, с холбом. Там какие-то ведутся ремонтные работы, труднодоступная местность, не могут пробраться туда, ну, насколько я знаю. С электричеством в этой деревне постоянно проблемы. Если ветер, то опора упадет. Если дождь, то опору где-то подмоет. Самое такое бесперебойное время, это вот это заморозки. Там нужно просто поменять опоры, во-первых, все желательно. Ну, вот там в деревне мы обсчитывали, сколько там надо опор, какие на это затраты. В принципе, мы можем все это организовать, чтобы... Но нам нужна вот эта буровая бурмашина, короче, чтобы ямки, лунки бурило. А как организовать это, в счет? Да, конечно, мы бы опору-то привезли, и проблема была. Так а почему не могут администрации ничего сделать? Администрация вообще бездействует. Бездействие администрации объясняется просто. В свое время они завезли дизель-генераторы. После очередной аварии сгрузили в деревни на склад и забыли. Привезли новые дизель-генераторы, потом еще месяц не давали ими пользоваться, типа, якобы это вообще не ваше, вы там на них не смотрите даже. А они у меня на базе стояли, короче, я их под сохранность у себя брал. Потом, значит, вот сейчас холбонские привезли, свои дески они сломались, и вот потом только администрация разрешила вот эти новые дизель-генераторы запустить. В округе шесть золотодобывающих предприятий. И у нас дороги, я говорю, отвратительные. Раз наш, как его назвать, этот Сарокотягин, не может с ними справиться, может хоть вы, я говорю, повлияете на них, я говорю, чтобы хотя бы хоть маленько облагородили деревню. Будет ли услышан крик челдонцев, или они так и будут, бедствовать без электричества? А еще в деревне масса других сопутствующих бед и проблем. Сельчан мусор, детские площадки, собаки. Челдон – это старая деревня с богатой историей, но по своему развитию она продолжает отставать от цивилизации. Объяснить, почему так происходит некому. Дарья Калинина, Юрий Живлохин, ЗАП-ТВ.